В то время как власти большинства европейских государств вводят новые ограничения в связи с ростом темпа заболеваемости COVID-19 на фоне распространения в Европе нового штамма коронавируса Omicron, проводимой в Азербайджане широкомасштабная политика вакцинации, вывела Азербайджан из острой фазы борьбы с пандемией. На данный момент почти 50% населения страны уже получили две дозы вакцины. В то же время уровень вакцинации среди лиц в возрасте старше 18 лет достигает 62%. В общей же сложности сделано более 11 миллионов доз вакцин. Возвращающие нас страны, соседние страны страдают от распространения инфекций. В Азербайджане пока единичные случаи зарегистрированы. Это объясняется тем, что в Азербайджане ситуация более стабильна, потому что мы первая республика в Азербайджане, которые начали вакцинацию своим гражданам. И очень много вакцинированных, еще и заболевших, у которых тоже выработан иммунитет. За короткий период Азербайджан стал одной из немногих стран, предпринявших образцовые меры по обеспечению безопасности населения путем мобилизации инфраструктуры здравоохранения для эффективной борьбы с коронавирусом. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры по борьбе с COVID-19, новый штамм коронавируса Omicron, охвативший практически весь европейский континент, на днях был обнаружен и в Азербайджане. Кроме того, чтобы пандемия пока продолжается, чтобы избавиться от дополнительных эксцесс-проблем, лучше поддерживать иммунитет, у которых это есть. Поэтому делать дополнительную вакцинацию, бустер-дозу вакцинации. Сегодня у нас очень большой выбор вакцинов. Главная задача каждого гражданина в данной ситуации – защитить себя и своих близких. Наиболее верное решение для достижения этой цели – получение третьей бустерной дозы вакцины и соблюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических правил. Фарид Аделов, CBC